Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Об этом написал представитель СМИ Танкриеди Пальмьери в своем твиттер-аккаунте. Сейчас сын Марадоны находится в больнице, где лечится от коронавируса. После этой новости его здоровье резко ухудшилось, поэтому медикам пришлось перевести его в реанимацию. Что известно о сыне Марадоны? Диего Синагра – внебрачный сын, родившийся в Неаполе. После его рождения легенда футбола отказался от малыша, но в 2003-м Диего-младший таки познакомился с собственным отцом, а уже через 4 года Марадона признал его своим сыном. Он хорошо скрывал сына для представителей СМИ. Марадона рассказал о ребенке аж в 16-м году. Синагра пошел по пути отца и стал футболистом, был воспитанником Наполи и Дженоа. Также выступал за юношескую сборную Италии до 17 лет. Взрослая карьера его не впечатляет. Диего-младший играл в итальянской серии «Д» и вызывался за национальную сборную страны по пляжному футболу. Смерть Диего Марадоны – главное. 30 октября наставник отпраздновал свое 60-летие, а уже через 3 дня был госпитализирован в больницу с коровоизлиянием в мозге. Экс-игрок был вынужден перенести операцию из-за субдуральной гематомы. Уже 11 ноября его выписали. После этого аргентинец поехал в клинику для лечения от алкогольной зависимости. И через 2 недели, 25 ноября, Марадона перенес кардио-респираторную остановку в своем доме в районе Сан-Андерс. Несколько машин скорой помощи подъехали к дому, чтобы помочь легенде футбола. Диего госпитализировали в тяжелом состоянии, но спасти не удалось. Футбольное сообщество шокировано таким известием о смерти Марадоны. Звезды спорта выражают искреннее соболезнование семье аргентинца. «Я прощаюсь с другом и вечным геном. Покойся с миром, ты всегда будешь лучшим», – поделился в личном блоге Криштиану Роналду. «Очень печальный день для всех аргентинцев и для футбола. Он оставляет нас, но не уходит, потому что Диего вечен. Я буду помнить все моменты, прожитые с ним. Хотел бы передать соболезнования всей его семье и друзьям», – отметил Лионель Месси. Трогательные слова Диего посвятила еще одна легенда футбола Пеле. «Печальные новости сегодня. Я потерял дорогого друга, а мир потерял легенду. Есть еще много чего сказать, но пока пусть Бог даст его семье силы. «Когда-нибудь, я надеюсь, мы будем играть в футбол вместе в небе», – написал игрок в соцсетях.